Мои многоуважаемые зрители, с вами Боди, я думаю, все ждали этого момента, когда у Джигана Тимоти Егора Крида выйдет Роллс Ройс. Сразу скажу, второй канал... Мать твою ж, за ногу, не пугай меня. Короче, на втором канале, по первой ссылке в описании, у нас выходят ежедневно видосы по играм, здесь вы никогда их не увидите. Вот, поэтому подписывайтесь на второй канал, давайте уже 200к туда добьем. Первая ссылочка в описании на наш второй ютуб канал. Короче, погнали, заценим. Лайк и погромче. Худяков. Я не знаю, кто такой Худяков на самом деле. Не знаю. Представьте. Ну это понятно, еще бы здесь не прорекламировали его. Охренеть. Вы посмотрите на эти кадры. Сейчас. Вы видите это? Алло. Вы это видите? Нет, не видите. 28 градусов. Пол первого ночи они начали снимать. Да ладно, погоди, это кто? Я помню его где-то. Это этот? Хотя, может, похож просто? Не знаю, ну ладно. Очуметь. Чего? Нахрен? Да ты че? Да это вообще какой-то серьезный клип. Это круто! Это очень круто! Егор так улыбается. Блин, хорош. Ему надо его кильнуть. Я понял. Заказ, короче, так сказать. Плейбой, да, у него или че? Я не помню. У меня обычно такой будильник, кстати. Да, малыш. Привет. Привет, ты занят? Да не, не занят, говори. Ты не будешь? Что ты будешь? Ща, подожди секунду. Что ты будешь? Погоди, это вообще круто! Это вообще красиво! Вы посмотрите, как они локацию сделали. Охренеть! Какая снайперка. Да, малыш. Привет. Привет, ты не занят? Да не, не занят, говори. Обосраться! Что ты будешь? Ща, подождите. Вы должны это понять, что то, что сейчас мы видим, это... это очень хорошо. Да. Какие что? Реально звук жестко прям. Да ну нахрен! Да я не могу! Погодите! Так, дайте кстись нормально. Они реально, что ли? Да не может быть! Да настолько хорошо-то сделать! Как так-то, а? Да как так-то! Вообще! Вы... 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 ПИПЕ! Погоди, дай я по-свою кровь-то. Ну да, кровь... Да. Еще, кстати, под этот... ПАПА! Вот это вот. Прям четко под выстрел подставили. Я не знаю! Но мне нравится! Я не знаю, как вам, потому что я не слышу вас. Я здесь один сижу в комнате, удивляюсь. Но это вышка! Это очень хорошо по крайней мере, по началу. Начало вообще четкое. Черный ролл срой, забираю джекпот. Со мной, бэби, мама, на нее потрачу все. Вы посмотрите даже... Вы просто посмотрите вот на это. Вот просто посмотрите, как кровь здесь растекается. Во-во-во-во! Смотрите, смотрите, смотрите сзади, как идет. Как... Ну как реально, по-настоящему. Мама, на нее потрачу все. Сделал новый муви, я заберу топ. О! Мне ее испарина, по-... О-о-о-о-о! Погоди, там типа охранник вышел? Ребят, тут... Тут не то, что мы уже слушали с вами песню. Давайте посмотрим кадры. То есть, получается, он убил... Здесь сейчас такой сюжет будет, с которым мы с вами обоссимся. Ладно. Я ее испарина, походу, он... Чёрный ролл срой, забираю джекпот. Со мной, бэби, мама, на... О, джек... И я потрачу все. Короче, джекпот в плане... Он киллер. Он убивает, ему дают деньги за это. Окей, это я точно понял уже. Получается, чувака, которого он убил, он, возможно, крал какие-нибудь там деньги, и нужно было его устранить. Потому что его бы власти не устранили, потому что он там как свой. Ну, грубо говоря. Вот, и не посадили бы. Ну, примерно я пока что понимаю. И там, короче, его охранник сейчас выходит. Ну, только для одного охранника очень мало чего-то. Техника бэки. Ха-ха-ха. Окей, это вторая. Окей, окей, хорошо. Слушайте, я не знаю, но это же, это реально круто. По крайней мере, даже вот этот кадр сейчас, спорим на сотку, что сейчас будет вылетать джиган. Я уверен на 100%, что вылетит джиган. Потому что сейчас его пар. Правда, в припеве почему-то участвовал Егор Крит, а не Тимати. Ну, ладно, окей. А, хорошо, я проиграл сотку. Бэби называет меня милым. Ну, да, это было логично, что как-то джиган, чтоб вылетел. Конечно, нет. Короче, сейчас я как... Ага, он те... Ну, не считая то, что это реклама, это получается магазин техники, там был вор, а джиган работает там. Верно или нет? Да, 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 он там работает. И, короче, он допоздна остался на работе или что-то в этом роде, я не знаю точно. И получается, там был вор, он вора выкинул через окошко. Я не знаю, кто теперь платит, за это окно будет. Вот. И сейчас за ним заехал Егор Крит. Хорошо, это очень интересно. Тебя не заметить, джига тебя любит, джига делает ветер. Твоя декольте поднимает мой рейтинг. Вы понимаете, даже как Егор Крит сменил этот... Ну, вы поняли, локацию своим... Это было очень хорошо. Слушайте, они, получается, сейчас едут на какой-то... Я жду Тимати, я хочу Тимати. Вот сейчас Тимати там, наверное, вообще... В таком галстучке, в пиджачке. Не знаю. У меня примерно такое сейчас осознание того, как будет вести себя Тимати. Он должен вообще здесь замечательно взлететь. Я перезвонил, но не факт. О, 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 я угадал. Ну, ладно, без пиджачка, но я говорю, впечатление у меня было, что Тимати именно так сделает. Я, я, я говорю... Голова. Это мой китч, Роннифай. Я на всех экранах обисти. А, ага, это еще одна реклама. Так, ну ладно, три рекламы. Ну, в смысле? Ну, клип-то дорогой, ёпта, еще бы не было здесь рекламы. Вы че, бесплатно, что ли, будут делать? Конечно нет, надо рекламу. Правда, они с этого трека получат миллионов по семь каждому. Ну, а так нормально. Ну, еще плюс реклама миллионов по пять каждому. Примерно вот такие, мне кажется, расценки у них. Ну, Тимать, ну, вы понимаете, здесь не маленькие деньги. Здесь все, здесь большие дяденьки. So fresh, so clean, свежий, чист. Опа! Да я... Господи! Как... А как могло быть иначе? Вы мне объясните. Что у Тимати не было двух тузов в покере. Вот вы мне хотите сказать, что у него были бы там какие-нибудь шестерки или семь-восемь на руках? Нет, у него будет два туза однозначно. Только если бы у него еще было два туза одной масти. А, хотя нет, флэш будет сильнее. Поэтому да. Ну, типа, если там будет сейчас еще три туза. А, это вообще хаос. Я уже плохо помню. Я в покер раньше играл по приколу. Rolls Royce, забираю jackpot. Со мной baby mama, на нее потрачу все. Сделал новый movie, я заберу... Ну, кстати, baby mama, мне что-то не нравится это. Не знаю. Хотя, мне кажется, они брали... Со мной baby mama, на нее потрачу все. А она тоже играет, а? Она тоже играет здесь. Получается... Хорошо, давайте посмотрим, как будет дальше развиваться история. Может быть, все-таки она здесь не главный герой. Хотя нет, он на ней уже поет. Roll top, у нее есть парень, но походу он лох. Черный Rolls Royce, забираю jackpot. А, 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 а! Он по... А, а! Во, прикол! Вы поняли, как он это... Он вот... Он... Он обыграл это. То есть, они сидят за покером. Со мной baby mama, на нее потрачу все. А потом он увидел ее парня, типа... Ну, походу, он лох... Ну, лоханули на деньги его, короче. Вот. И он уходит с кушем, потому что два туза, алё. Ну, всех там выиграл. Даже baby mama эту. А хотел на нее все потратить. Потом парня увидел, лоханул и ушел. Со мной baby mama, на нее потрачу все. Сделал новый мув, и я заберу топ. У нее есть парень. Это... Это сахар, если что, там был. Распасовывали сахар, чтобы, типа, продавать в магазинах. И мы его добавляли в чай. Ну, так же в кофе. Куда угодно. Поэтому YouTube это сахар. Ребят, это сахар. Ну, или мука. Чтобы делать блины. Ну, и другие какие-нибудь булочные, хлебобулочные изделия. Примерно вы меня понимаете. А производство происходит, получается, под вот этим чуваком. Да хватит, это у меня, если что. Ну, походу он лох. У нее есть парень, не походу он. Со мной, моя парня, не трогаем войпла. Вау! 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 Боже мой! Боже мой! Охереть! Это круто! Вы видели этот момент? Вы... Кто-нибудь... Ну, вы прочувствуете этот клип? Со мной, моя парня, не трогаем войпла. У меня просто мурашки. У меня, у меня, у меня просто мурашки. Да, вы не видите. Это, это, это просто жесть. Да, реально, у меня сейчас... Ну, это круто. Это очень круто. Знаете, почему у меня сейчас такое удивление? Нереальное удивление. Еще будут говорить, наигрываешь, Богдан. Еще скажут, наигрываешь, не настоящие эмоции. Идите в жопу. У меня сейчас такое удивление, потому что я из русских клипов не видел, чтобы хоть кто-нибудь так делал. Кто-нибудь... Покажите, тыкни пальцем мне, кто сделает так же. Кто столько же бабла вкинет. Ну, вот, заработает в 10 раз больше, конечно. Но все же, чтобы вот так вот сделать. Это только Егор Крид, это только Тимати. Это только... Ну, Моргенштерн, я не видел у него дорогих клипов, на самом деле. Даже, когда он с LGM делал Кадиллак, там все... Че это? Вот. Ну, это круто. Обоссаться. Нет, 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 ребят. Вы че мне скажите, покажите хоть один клип из русских наших, наших русских. Кто сделал бы лучше, чем у них. Вот сейчас. Вы просто посмотрите на эту съемку. Вы хотите сказать, что что-то может быть лучше? Что-то может быть лучше? Вот она вся туса. Тимати, Моргенштерн, Егор Крид. Ну, Джигана я вообще, в принципе, не вижу и не слышу. Вот. Морген. Слава Марлоу. Ладно, Слава Марлоу можно добавить. Ну, хотя от него клипов не видел. Морген, Слава Марлоу, Тимати и Егор Крид. Четыре человека. Все. А лучше я не видел ни у кого еще. Ну, на западе, конечно. Пацан, мужик сидит. А че вы расстреляли моих друзей? Ха-ха-ха. Только деньги на уме. Сделал... Вау! Погоди. Офигеть. Как ты его обыграл? Погоди. Это... Это очень интересно. Только деньги на уме. Сделал деньги на уме. Ага, 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 ага. То есть, получается, если он говорит только деньги на уме, но он его не убил. Получи... А, ага, 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 ага. То есть, вы поняли? У него же производство сахара и муки. Вот. И получается так, что он решил его не убивать для того, чтобы тот чел скинул им весь этот сахар и муку, и чтобы они перепродали кому-нибудь. Логично. Потому что у Егора Кридо что? Только деньги на уме. Во. Дел день как мел. Каш-каш-каш-каш-каш-каш-дел бэнгер каждый день. Да, 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 да. Чёрни-ролл-стройственность теперь. Я же сказал, всё. Багда... Бадян у вас здесь просто башка. Башка. Хотя, мне кажется, здесь каждый поймёт это. Но я просто объясняю это мальчикам и девочкам, которым лет по 10. Они всё равно же не поймут это. Надо объяснять как бы тоже. Поэтому я типа только за, чтобы объяснять вам смысл. Вот. Короче. Сейчас они будут, получается, это забирать. Вон, красненькие. Наверное, туда уже сложили всю муку и сахар. И будут пойти перепродавать кому-нибудь. На рынке, наверное, или где-нибудь. На чьей рынке, как говорится. Охеренно. Вот это охеренно. Сейчас я мотну назад. Сейчас. Где? Вот отсюда. Вот мне, кстати, понравилось, как он подставил. Чё-то. Деньги растут как вес джиги. Или как там. Ну, короче. Мои ногти растут как вес джиги. Так. Ну, это бы... Это круто. Он подколол джига. Ну, типа, вообще тема. Я делаю ногти. Моя бич делаю деньги. Просто снимая тиктоки. Биг факт. Чёрный ролл с Рой забирают джекпул. Они, типа, забрали, получается. Погоди. Они, типа... А-а-а-а-а-а. Нет, погоди, стой. Нет. Они вместо сахара и муки... А-а-а. Чтобы они их не прикрыли там... Логично. Всё. Чтобы они их не прикрыли, они забрали оттуда... Угу. Всё, я понял, бабки. Типа, у него деньги на уме. Окей. Я думал, то, что они заберут... А зачем им париться, реально, перепродавать кому-то это? Просто взял бабки у них и всё. Они же... Ну, вы поняли. Со мной, бэйби, мама, на неё потрачу всё. Сделал новый блог, и я заберу топ. У неё есть парень на походу... Короче... А-а-а... Вот. В общем, хорошо идёт. Вообще чётко. То есть я, получается, проникаюсь в мысли в том, что они сейчас втроём три лучших друга, так сказать. Ну, и все работают в одной и той же сфере. Верно? Верно. Они, получается, киллеры. Они пришли на это производство фабрики, забрали бабки, потому что только деньги на уме. Им ничего больше не надо. Угу. Надо держать в голове, что для них только деньги нужны. Вот это, кстати, очень прикольно было со статуэткой, когда она начала даже петь. Это тоже прикольно. Всё сразу занюхивают бабки. Занюхивают, нюхают, нюхают. Смотри. Как я... Как... Как... Как любят деньги-то, а? Тимати, Егор Крид, ну что, вон, жигант спокойно сидит, телефон таращит. Нет, надо деньги вам нюхать. Нанюхайтесь ещё этими деньгами, когда пойдёте покупать второй ролл с Ройс, господи. Типа вот всё-всё-всё-всё деньги и деньги. Не могу с вас. Блин, у Джиган вообще не вписывается чё-то, мне кажется, нет? Магнистр это следующий. Ну блин, ну вот не вписывается, мне кажется, не вписывается. Он там как-то не отыгрывает. Мне кажется, ну вот чё-то вот вообще. Ну хотя, может он человек такой, может он такой человек просто. Настолько серьёзный, что даже в роль не может войти. Я не буду его за это осуждать, конечно же. Я никогда никого не осуждаю. Ну и всё. Чё тут париться? Просто, ну, серьёзный очень. Пацаны, вы чё, серьёзно? Мы по платной поехали. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Джиганчик! А ведь верно сказал, какой-то по платной поехать. Вы чё, дорого реально? Сколько там, рублей 50 дадут? И так постоянно, постоянно и постоянно, если ты будешь куда-то уезжать в другой город. Они же, получается, выезжают отсюда, чтобы их не поймали за то, что они там это... А то, может быть, сейчас за ним бандиты поедут, за то, что они всех там переубивали. Ну, логично было бы уехать отсюда вообще. Поехали по объездной. Зачем бабки полить? А-а-а. Ага. М-м-м. То есть, получается, так он сказал. А я думаю, он прикольнётся и скажет, типа, у нас и так мало денег. Хе-хе. Теперь давайте по объездной. А! А этот, да, зачем бабки полить? А я говорю, а как ты спали... Как ты будешь полить бабки? Они чё, у тебя на лобовом стекле, что ли, лежат, вроде бы нет? Просто Джиган опять чё-то не то говорит. Егор говорит, заднюю даёт. Смотри, уже экран переключился. Ладно, короче, я понял тебя, Джиган. Ну, ну ладно, они... Это как бы сценарий такой, поэтому всё нормально. Реально, да, заднюю даёт. Алё, алё, я угадал. Чего? Чего? Это чё сейчас было? Чего? Погоди. Это как вообще? Это вообще как так-то? То есть, погоди. Джиган, ты чё, охерел, что ли? Это вообще ненормально? Ты прикинь? Это получается, они выезжали назад? Джиган так с нихера сказал. Да давайте чё по платке-то ехать. Давайте в объезд. Они прикольнулись, дают назад, и я слышу два выстрела. Получается, этот Джиган их загасил, да? Ну, мы ещё не видели. Может быть, всё-таки не Джиган. Но это всё очень... Тихо-тихо. Ставьте ставку, кто это может быть. Нет, ну это по-любому Джиган. Но кто здесь ещё может быть? Три чувака в главной роли. Даже той бэйби-мамы не было в главной роли. Один раз осветилось при певе, и всё. И парень лох. Всё. Значит, получается всё-таки Джиган говнюк здесь. Тихо, я держу интригу просто. Погодите. Кто это может быть? Погодите, стоп. Но это же не Джиган? Ну как, Джиган поздоровее будет? Это уже другой вообще. Это вообще другой человек. Погоди, а ты это кто? Да я не знаю, кто это. Чё, вы думали, я удивлюсь? Вот это концовка. А, это Саша Белый какой-то, да? А где этот Саша Белый снимался? Но я вижу персонаж Саша Белый. Я когда написал Александр Белов. Угу. И что такое? 1969 год. Ну, короче... Ну, я понял, что, наверное, я где-то снимался в популярных фильмах. Я не помню где. Ну и вот и всё. Так, погоди. Каким, во-первых, хреном получается стоп? Всё, я понял. Всё, всё, я понял. Он переоделся в Джигана. Типа, типа... Типа, типа... Будем считать... Ну, да, да. Типа, типа Джиган. Типа Джиган. Вот. По сценарию, якобы, Джигана... Ну, типа, вот этот чел, вот этот Паша Белый, всю жизнь, типа, Джиганом был. Как будто бы вот, он перед этими чуваками всегда вот в таком обличье был. Сейчас в каком? Покажу. Он всегда в таком обличье был. А потом он решил снять и бороду, и это, когда убил их. Короче, очень круто. Очень серьёзный сюжет. Вообще просто лайк за это. Однозначно. Тоже ставьте лайки, комментируйте ролик. Я надеюсь, вам понравилось. Прям, это очень круто. С вами был Бодя. Подписывайтесь на второй канал, первая ссылка в описании. И всем пока.